Добрый день, уважаемые участники конференции. Дело в том, что конференции подобного образа, правда, в не таком красивом и объёмном зале, где много места, где всем можно всё услышать, увидеть, задать вопрос под микрофон и так далее. Значит, всё это, я вам скажу, даёт потихонечку свои плоды. Ну, почему это так? Я вам сейчас попробую презентацией убедить вас в этом. Ну, и так, почему это так? Обратите внимание, когда мы начали, скажем, такие конференции проводить производственные по бобовым растениям, у нас было порядка 3,5% долевого участия зернобобовых и многолетних трав на всех посевных площадях. Сейчас, если вы обратите внимание на данную таблицу, вы увидите, что в 2023 году зерновые и зернобобовые занимали 48 миллионов 35 тысяч. Это по России. Из них горох 1 миллион 899, почти 900, да? Ну, и чечевица. Ну, пока идёт ещё объединённо. Надеюсь, что скоро это будет всё раздельно учитываться. Пока вот таких данных, сколько ни искал, ну, к сожалению, не нашли. Хотелось бы также отметить, что вот очень хороший помощник для статистики – это АБ-центр. Вот часть материала, который здесь представлен, взят как раз у них. Они занимаются давно, вот именно по бобовым растениям, статистикой. И у них очень интересная статистика. Ну, в данном случае по урожайности представлена. А вообще есть и валовые сборы, и урожайность. Ну, то есть не только площади посева. А посев, скажем, может быть так выращен, ну, при неблагоприятных условиях, что потом этот посев аннулируется. То есть можно практически его посеять, но не убрать. Поэтому это одна статистика, а по валу совсем-совсем другая. Ну, если в среднем сказать, почему культуры бобовые, ну, такие как нут и чечевица, ну, будем говорить, раньше мало пользовались спросом, потому что при урожайности 6-7 центнеров очень низкая рентабельность. И многие говорят, да мы больше засоряем поля, вот не получается у нас вырастить нут и чечевицу. И практически ничего не зарабатываем. Так вот, я думаю, что в настоящее время наступил такой момент, что, переломный момент, что зерновые бобовые, это и горох, и нут, и чечевица, и соя в ближайшее время на территории Юга России в ближайшее время будут очень востребованы, и мы будем получать высокие урожаи. Так вот, обратите внимание, что, если мы возьмем структуру, посмотрим, то порядка зернобобовая плюс соя, которая идет как техническая культура отдельно, хотя тоже зерновая бобовая культура, порядка 12,5% уже клин в структуре севооборота. Да плюс еще многолетние травы, то есть мы выходим, как я раньше ставил проблему, хотя бы 15% были бобовые культуры в севообороте, вот мы уже близки к этому, поэтому нужно планку повышать и говорить о 20-25%, вот как Семен Григорьевич правильно сказал, что бобовые культуры следует возвращать один раз в 4 года. Вот это как раз и подтверждает данные статистики. Ну, прежде всего, что хотелось бы сказать по нуту. Ну, вы услышали, скажем, мнение производственников, которые в этом году посеяли боковский белосемянный и смогли сравнить его с другими сортами. Но прежде всего, хотелось бы отметить одно из преимуществ данного сорта. Сорт боковский белосемянный районирован в 6-м регионе. То есть это весь Северо-Кавказский регион. Значит, то, что касается Волжанин-50, он не районирован в Ростовской области, Савропольском крае, Краснодарском и так далее. То есть в 6-м регионе он не районирован. Поэтому боковский, ну, сколько мы в этом году смогли сделать, в 23-м опытов, ну, практически везде видели преимущества по продуктивности. Что касается продуктивности нута боковский белосемянный, ну, вот в зале присутствует товарищ, который в Зерноградском районе вырастил порядка 35 центнеров нута, спросил у Семена Григорьевича, а можно ли семена обработать вот этой смесью бактерий плюс средств защиты. Семен Григорьевич обработал, предоставил семена, и этот товарищ начал немножко экспериментировать по поводу внесения удобрений. Вот хотелось бы застрить внимание на следующем. Ну, здесь представлены, ну, скажем, преимущества нута как бобовой культуры, которая является одной из самых засухоустойчивых. Но, скажу, последние годы, вот два года, да, вы заметили, наверное, что осадков больше, чем среднемноголетних данных. Но эти осадки не всегда правильно выпадают. Скажем, если нужно для нута и очень полезно, да, чем больше влаги в начале вегетации, до бутонизации, тем лучше развивается вегетативная масса, больше ветвистость нута, больше формируется цветов. Но когда осадки выпадают во время цветения, есть такая особенность биологическая, нут не дает завязи, если повышенная влажность. То есть получается, что созревшая пыльца выстреливает в противоположную сторону рыльца пестика. И таким образом не происходит облаготворение, цветок отцветается и опадает. Поэтому, вот кто сеял нут и во время дождя понаблюдал, да, что есть пустота, то есть не завязывается, это как раз и есть, это вот одна из особенностей. Далее, вот мы говорим, что нут засухоустойчивая, но ведь следует сказать, что есть масса форм у нута, которая, ну, противоположность засухоустойчивости. Я это продемонстрирую в виде фотографий, в виде слайдов. Немножко вперед не забегаю. Так вот, что получается, что да, действительно, нуту требуется больше влаги. Ну, то есть примерно как гороху, он влагу требует больше, чем весит сам. Поэтому нут может считаться культурой очень ранних сроков села. И вот масса вопросов, вот какие у производственника основные проблемы по технологии выращивания. Это прежде всего элемент борьбы с сорно-полевой растительностью. Семен Григорьевич решил эту проблему очень просто. Он начал посев, причем анкерным сошняком, на глубину 8-10 сантиметров. Таким образом, мы смещаем где-то на неделю сроки всходов у нута. А за эту неделю вырастают практически прогревшиеся на глубину от 3 до 5 сантиметров сорняки. Дальше продолжают интенсивно бедитировать многолетние сорняки. И все это действительно можно накрыть гелифосатами. Так вот, после обработки сплошным гербицидом до всхода в нута можно получить в дальнейшем чистый посев порядка 2-2,5 месяцев. И это можете пронаблюдать практически в любом хозяйстве. Но хотелось бы сказать, это уже как следствие, уважаемые. Дело в том, что вот все, я думаю, сидят, агрономы, опытные фермеры, и когда задают вопрос, говорят, а как бороться с сорняками? А вопрос к фермерам. А почему у вас на поля растут не культурные растения, а сорняки? Вопрос. То есть нужно для нута, для чечевицы, да и для сои, в том числе и гороха, бороться с двудольными сорняками в посевах предыдущих культур. А у вас основная культура зимая пшеница. И вы эту зимую пшеницу либо неправильно используете гербициды, либо, не знаю что, но потом у вас сходят сорняки яровых, поздних, двудольных, широколистных. Откуда они у вас берутся на полях? Вопрос. Нужно пересматривать структуру, наверное, сего оборота. Второй момент. Очень часто говорят, что подсолнечник сходит, падалица. И что с этой падалицей делать? Ответ очень прост. Если по технологии наутил, вы на четвертый год возвращаете, скажем, нут, и у вас не должен быть два года подсолнечник. Таким образом, все, что было упавшее, схожее, оно прорастает. Если же вы делаете классическую обработку почвы, то что мы делаем? Подсолнечник убрали, запахали его, а на следующий год выпахиваем. То есть, а это происходит не на следующий, а через год. То есть на третий год. Потому что у нас, как правило, для пшеницы мало кто проводит спашку, да? Если нет большого количества растительных остатков. Вот и получается, что выпахиваем и сеем нут. Вот поэтому семена подсолнечника, это тот же, как сорняк, который может в течение до пяти лет лежать семена в почве и быть схожими. Наступают моменты определенные, благоприятные для прорастания. Подсолнечник прорастает. Вот вы видите, это мой результат. Следующий момент. Ну давайте немножко пробежимся по тому, что культура засухоустойчивая. Обратите внимание, есть при неблагоприятных условиях у нута приостановление роста и развития. Это первый момент. И второй момент, обратите внимание на листочки. Они все такие опушеные. И меленькие. Это как раз говорит о чем? О том, что они очень экономно могут расходовать влагу. Ну и при упадении осадков работает механизм, который позволяет, ну скажем, регулировать водоотдачу. Но самое главное, что недостаток и избыток влаги не очень влияет на рост конкретного сорта. То есть при избытке влаги вы не видите растение там полтора метровое у нута. То есть здесь вот как раз, как я сказал, на генном уровне все это сохраняется. Ну вот, если поближе, значит, вот такие бобы формируются у нута. И посмотрите, чем нут, ну скажем, более правильно сформирован по густоте стояния, тем больше бобов будет завязываться. И бобы, семена в бобах будут более крупные. Так вот, это был боковский белосемян, а это антрацит. Посмотрите потенциал. И когда говорят, что до 50 бобиков формируется на одном растении, я вам больше скажу. При определенных условиях, при широком междуряде у боковского белосемяна до 250 может на одном растении семян сформироваться. А у антрацита мы насчитывали более 400. То есть, какой потенциал, если мы не загущаем, не делаем внутривидовую конкуренцию и оптимизируем минеральное питание. Ну, здесь представлены разные формы куста. Может быть, ветвление, скажем, слабое, две веточки, а может быть и 5-6 ветвей. И по крупности, обратите внимание, это новые формы, которые, я думаю, в ближайшее время на рынке семенного материала также будут представлены. Ну, вот такие формы куста, посмотрите. Причем, есть растения, у которых листья осыпаются, а есть, видите, созрели бобы, а листья еще не осыпались. Ну, вот такая форма, очень интересная. Значит, о чем говорит, что вот здесь была полемика о том, сколько сеять и сколько к уборке должно быть количество растений. Так вот, скажу вам, что у Семена Григорьевича все посевы всех культур на ширину международия 35 сантиметров. Значит, осеялка представлена у ограбоков. Вы, наверное, видели ролики, с участием в хозяйстве о Климовка в Боковском районе. Значит, эта сеялка чем хороша? Значит, Семен Григорьевич услышал, что для бобовых культур очень точно необходимо сделать норму высева и посеять на определенную глубину равномерно. Почему? Потому что если у нас, скажем, сеялка сеет одни семена на глубине 2 сантиметра, вот их не видно, они заделаны. Но на 2 сантиметра у нас почва после посева высохнет завтра же и семя не взойдет. А есть те, которые на 8 сантиметров заделаны, они позже взойдут. А есть основная масса на 4-5 сантиметра. Так вот, 4-5 сантиметра нам даст изреженные всходы. Второй момент. Вот здесь тоже прозвучал, что нут боковский белосемянный довольно-таки крупноплодный. Да, действительно. Значит, опыты, которые проводились в том числе и в хозяйстве Эканива, а это, вы знаете, Воронежская область, далеко от юга России. Но, значит, нут боковский белосемянный, да и другие сорта, представили как довольно конкурентоспособные с другими формами, с другими сортами, ну, скажем, те, которые райнированы в 8-м регионе, в 5-м регионе. И с чем это связано? Дело в том, что, скажем, у данной формы нута очень большая потенциальная возможность. то есть, ну, практически еще не было таких вот условий, которые бы, ну, представили нам полностью картину продуктивности этой культуры. С чем это связано? Ну, прежде всего, мы говорим о том, что необходимо обрабатывать семенной материал и посевы по вегетации против болезни, да? Так вот, у Болковского Белосемьяного Деатроцита и Григория до конца не изучен тот факт, что это сорта, которые толерантны к болезням. А основные болезни это аскохитоз и фузариоз. Значит, почему толерантны? И что происходит? Значит, мы с вами посмотрели, это оптимальные условия выращивания. А теперь при создании неблагоприятных условий, то есть, нут здесь выступает не как засухоустойчивая культура, да? А влаговыносливая, то есть, избыток влаги для таких культур, у которых мелкие листья, опушенность, низкорослость относительно и так далее. Все это сказывается отрицательно, казалось бы, да? Но, посмотрите, обладает культура великолепной пластичностью при повышенной влажности, формы листья меняются, все они становятся гладкими, укропняются и испарение влаги значительно лучше происходит. Вот я зашел в госреестр и в 23-м году райнирован был сорт в Подольске, Витязь называется. Этот сорт, у которого там 75-80 продолжительность вегетационного периода. И вот он как раз приурочен к зоне избыточного увлажнения. То есть, обратите внимание, скоро южане будут конкурировать с северянами по выращиванию этой культуры. Но сразу скажу, что у нас качество, ну то есть содержание белка, вкусовые качества, разваримость будет гораздо лучше, чем Воронеж. Сделали мы анализ вот скажем, воронежских образцов получилось, что в среднем от 22 до 24 содержание белка. А сорта, которые выращиваются на юге до 28-29 доходят. То есть, на 4-5 процента содержание белка больше. И для переработки, Любовь Дмитриевна скажет, что это очень хорошо и на вкусовые качества влияет. Дальше, как я сказал, высота растений увеличивается, но не настолько, чтобы, скажем, пропорционально влаге происходило увеличение высоты растений. И самое отрицательное, как я сказал, это снижение количества завязи на нуте. Почему уменьшается? Потому что не происходит обладотворение. Ну и количество зерен в бобу чаще всего 1, 1,1%. То есть, это тоже генетическое явление. А теперь давайте посмотрим при избытке влаги сразу что возникает. я выпустил ролик там, где ржавчина на нуте. Вот такое явление, наверное, вряд ли кто у себя видел. И объясняю почему. То есть, если растение заболевает, в итоге страдает вегетативная масса. Аскохитоз. Значит, мы специально во влажный год еще увеличивали увлажненность поля и воздуха. И в итоге у нас получилось, что 90% растений посеянных без химических обработок, сразу скажу, у нас растения от фузариоза большей частью и от аскохитоза погибли. Единичные растения, ну вот данном случае аскохитоз, да, сохранились и некоторые дали нам урожай. То есть, семена сформировали. Вот какая реакция на переувлажнение. То есть, вы практически 80-90% потеряете растений, они просто погибнут от фузариоза и аскохитоза. Вот таким образом одиночные растения остаются и формируют урожай. То есть, это вы видите растения, будем так говорить, если у нас климат изменится в сторону увеличения увлажнения, а сумма активных температур останется, вот, эти растения в дальнейшем будут сортами для, как говорится, нута, для возделывания в условиях йога России. Значит, какие же формы выдерживают избыток влаги? Посмотрите, пожалуйста, это вот не сорта, это то, что мы убрали после, ну, скажем, избыточного увлажнения. и можете обратить внимание, что бобики повреждены аскохитозом, это вот черные пятнышки, но внутри семена здоровые дают хорошие всходы. Ну, вот, переувлажнение, вот такие формы. Все это белосемянные и есть, скажем, формы, которые розовые, розовые, желтизной, но семядоли у них светлые, то есть вполне пригодны для переработки на продовольственной цели. Но сразу скажу, что потенциал урожайности у них гораздо больше, чем у обычного нука. Значит, ну, посмотрите, это все формы, которые устойчивы к переувлажнению. В данном случае у нас вот слева и справа, да, это с одного растения и с другого растения, то есть это гибридные формы, у которых есть над чем поработать селекционеру и можно здесь выделить и краснозерный, и черноплодный, и округлый, и угловатый, и голова барана и так далее. Или вот мраморная форма. Кто видел такой, ну, еще не было, да? Вот сейчас работают селекционеры над таким. Но если мы коснемся продолжения, ну, пробежимся коротенько по элементам технологии, мы заострим внимание прежде всего на выбор предшественника. Я уже сказал, что подсолнечник нужно чередовать оборот пласта, либо наутил, который через год лучше всего на четвертый год возвращать посел. Значит, очень важно подбор сортов. в настоящее время на нашей территории гуляет приводин. Это мелкосемянный. Поверьте, что и урожайность большой не получите, и цены большой не будет. Потому что это сорт, который чаще всего реализовался в Турцию, а Турция перерабатывала в муку. и дальнейше производила продукты питания при помощи муки. Значит, крупноплодные. Крупноплодные. Это, как я сказал, наш боковский белосемянный. Есть еще Ставропольский край совместно с Одессой триумф сорт довольно-таки хороший. Но из-за того, что может быть первичное семеноводство проблемы или еще с чем-то очень сложно получить крупную форму у триумфа. Есть еще один интересный сорт наука. Но вот он только-только входит и говорят, что он очень крупный, там масса под 500 граммов. Но вот, к сожалению, не видел пока еще его, только на картинке. И хотелось бы отметить, что нужно все-таки сеять ранированными сортами. Они более пластичные, более приспособлены к конкретным починно-климатическим условиям. Значит, что касается сорно-полевой, мы уже затронули и здесь много выступали, от вредителей и болезней. Хочу обратить внимание по поводу вредителей. В настоящее время готовится патент, который позволит использовать средства защиты, но не те, которые сейчас популярны, еще и остаточные действия и влияют на экологию. А есть препараты, которые отпугивающего действия. Я пока не называю, что это. Но представьте, если на поле хлопковая совка вообще не залетит, она не даст ни посевов, ничего. То есть это ближайшее будущее вы увидите, услышите и будете применять. Это немножко вперед. Заканчивая. Да, тут осталось совсем чуть-чуть. Ну, по болезням естественно надо средства защиты. И как я сказал, есть формы толерантные. Так вот, в данном случае наши сорта они более-менее толерантны к болезням. Ну и что касается уборки, хотел бы заострить внимание. Дело в том, что действительно мы можем управлять уборочным процессом. Что это такое? Нам не нужно дожидаться, пока все бобики нальются созреют и сформируют семена. Вот то, что вы последний боб, скажем, не обратите внимание, а проведете диссекацию, поверьте, вот для товарного зерна вы получите гораздо больше и качественный урожай, чем будете ждать естественного созревания. Поэтому нужно сориентироваться по погодным условиям, узнать, сколько дней скажем, будет высыхать продукция боля и провести уборку в сжатые сроки, но в солнечные дни. И тогда вас ни марка и зерно не будет, не будет остатков вредителей, болезней и сорняков, которые будут давать массу, которая будет окрашивать все это. Ну и хотелось бы отметить, вот как это все растет, ведется у Семена Григорьевича первичное семеноводство Боковского белосемянного антрацита ну и Григория. Ну здесь еще такие дополнительные фото. Так вот хотелось бы остановиться буквально полминутки на выводах. Значит все задают вопрос, а что сеять? Вот в настоящее время так сложились условия, что многие сельхоз товаропроизводители уменьшили площадь посева озимых, озимого клина. Вопрос сеять нуты чечевицу или не сеять? Что касается нута? Конечно же сеять. Почему? Потому что это ценный химический состав зерна, причем уникальный, содержит массу таких веществ, которые сложно найти в других. То есть аминокислотный состав, представьте, все аминокислоты заменимые и незаменимые представлены в данном зерне. Далее, сортовое разнообразие позволяет нам по разным даже продолжительность вегетационного периода, а здесь как раз и будет вам продуктивность в зависимости от того, выпадут осадки, когда выпадут, ну и так далее. Значит, следующий момент. Великолепный предшественник для других культур. Почему? Накопление плодородия почвы, симбиотическая азотфиксация, использование биологического азота. Следующий момент. Мы все говорим о сверхприбыли нута, и все смотрим в сторону экспорта. А давайте немножко развернемся в сторону использования нута, как продовольственной культуры и кормовой культуры. В настоящее время масса сортов, которые могут использоваться на корм животным и птицам. Сейчас у нас основной компонент для животноводства и птицеводства это соя, которую государство закупает за границей. Обратите внимание, если мы возьмем нут, а на сегодняшний день масса исследований и волгоградцы, и саратовцы, и воронежцы изучали возможность замены ну скажем шротов, сои именно бобовым компонентом. И поверьте, что опыты очень ну скажем впечатляющие и говорящие о том, что нут необходимо выращивать в том числе и как кормовую культуру высокобелковую. Ну и скажу следующее, что современные технологии позволяют получать стабильно высокий урожай независимо от сложившихся условий. В данном случае речь идет о эффективности, то есть вы получите однозначно ну скажем результат будет с положительной экономикой. Ну на этом все и последний момент буквально если кому интересно сфотографируйте запишите значит на вопросы можете либо у Николая Васильевича на агробуке задавать задавайте под роликом я с радостью всем стараюсь ответить или же вот на сайте агромаэстро там сейчас масса роликов которые показывают нестандартные решения или проблемы которые могут у вас случиться скажем при выращивании бобовых растений благодарю за внимание спасибо Константин Игоревич на сегодняшний день это самый такой прорывной сорт почему потому что мы знаем есть слабые места да и можем порекомендовать как их устранить значит беда боковского белосемена то что он крупноплодный значит большая часть сейлок при высеве дробит семенной материал микроповреждения и резко снижается всхожесть болевая всхожесть это один из проблем поэтому пользуйтесь сейлкой Семен Григорьевич он лидер в данном случае и эта проблема будет устранена также есть еще у нас формы у которых 550 плюс масса тысячи то есть гораздо крупней но мы не знаем как их сеять в производственных условиях ни одна сейлка пока не может это высеять а так потенциал вот по крупности есть очень очень существенный еще есть вопросы подскажите пожалуйста именно по вопросу не проводили седины сколько лидер сединов не по лидер отвечаю на вопрос следующим образом скажите а вот какой репродукция зимой пшеницы вы сеете до трех так вот у бобовых культур если хозяйство семеноводческое третью репродукцию можно селить если вы занимаетесь товарной продукцией не рекомендую брать для себя выращивать ну то есть небольшие порции и партии семян которые потом якобы пойдут на выращивание товарной продукции значит если семеновод занимается качественно и отвечает за свою продукцию чаще всего у фермеров получается с точностью до наоборот но они не проверяют ни болевую схожесть ни наличие патогенов как раз таки наличие патогенов оно и приводит к резкому снижению продуктивности потому что схожесть очень сильно снижается может до 40 до 50 процентов упасть поэтому конечно же нужно брать первую репродукцию и сеять элиту можно сеять получите на 3 центера больше чем первая репродукция спасибо за вопрос интересный ну я как раз свою презентацию построил на том что очень пластичные но обратите внимание у нас ведь климат не меняется скажем от багарных условий сразу до зоны избыточного увлажнения да а те осадки которые выпадают я хотел показать что если они выпадают до формирования созревания зерна зерна они абсолютно не страшны они только как говорится способствуют повышению продуктивности культуры но если же осадки выпадают во время выпаде во время уборки будем так говорить когда зерно созрело здесь происходит все отрицательные моменты в том числе мы качественно не уберем а действительно тут прозвучало мы сможем убрать только кормовую но продадим ли мы некачественное зерно для производства мяса и птицы скажем это тоже большой вопрос то есть и кормовые можно не получить так вот нут сорта донской селекции они могут выдержать как недостаток влаги так и избыток влаги которые приемлем для нашей зоны